Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 28 марта, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, дорогие друзья, сегодня отработалась наша интересная торговая идея по паре евро-доллар на понижение. Кстати, вот и она. Давайте ее грузанем и посмотрим, какие интересные зоны в ТВХшечке здесь были. Практически 6 к 1 мы взяли. И я думаю, что многие из вас уже зафиксили прибыль. Но перед тем, как мы начнем, давайте пробежимся по новостному календарю. Значит, сегодня у нас в четверг, в четверг у нас ВВП по фунту уже отстрелялось и 15.30 ВВП по баксу. И это будет, конечно, важно, но более всего меня интересуют первичные заявки на получение пособий по безработице в Соединенных, по некоторым данным, еще в Штатах Америки. И напоминаю, что в пятницу у нас Страстная пятница. В общем, выходной, но это больше к фонде. А вот вечером все равно выйдут новости у нас по базовым ценовым индексам расходов на личное потребление. И это тоже будет колбасить инструменты с долларом. Давайте посмотрим, что можно потребить на графиках. Поехали. Итак, перед вами самый что ни на есть настоящий MetaTrader номер 4 и котировочки золота, которые растут. И это странно. У нас был план на понижение, кстати, от вот этого слома. Ну, я думаю, что те, кто зацепились в этой зоне, уже к вчерашнему дню на давление уже посбросились в ноль. Хотя рынок падал на целых 2 косаря. Ну, приступив к полторашечку, в принципе, неплохо. Вот, но пока не идет. А торговых новых идей я здесь пока не вижу. Цели внизу есть. Будем наблюдать новые сломы. Что меня интересует по паре евро-доллар. У нас отработалась торговая идея на понижение. Напоминаю, что идея в шорты была от вот этого слома. И при стопе порядка 100 пунктов у нас цель сегодня отработалась, ну, больше 600. То есть 6 к 1, 5 к 1 в моменте давало у нас и 8 к 1. Ну, неплохо. Довольно неплохо. Я знаю, что многие средунята участвовали в этом движении. Напоминаю, что охота шла за вот этой площадкой. Вот этой вот. И ее забрали. Она была подтверждена. Откатили в шортовый слом. Коротенький стопик. И хрясем. Все упало. А что я думаю? Лучше вам мои мысли не слышать. Вот. Но я не думаю, что это падение будет долгим. Вообще, хотелось бы, конечно, увидеть, чтобы отсюда все-таки прошла там такая трешка. От вот этой первой волны, второй и дальше третьей. Но пока рано об этом говорить. Промежуточные цели, кстати, есть небольшие. Это, кстати, вот эта площадка, которая осталась. Давайте напомню. Вот она. Слончики можно уже убирать. То есть, это первая цель. Возможно, где-то в этих недрах можно поймать лонговый слом. Ну, к примеру, вот такого плана. И попытаться зацепиться именно вот в этот импульс. Но пока об этом рано говорить. Еще рынок внизу. Вот. Ну, потихонечку подрастает. Кстати, там на мелких таймфреймах маленький сломчик вот здесь был. Но это, конечно, еще прям вилами по воде писано. Подождем, что нарисует сегодня на ВВПшке. А что касается австралийского доллара. Так же абсолютно зеркально, абсолютно зеркально, как и по евро-доллару. Сняли вот эту площадочку. Стоит, обтекает. Цели есть и вверху, и внизу. Ждем, ждем, чем это все закончится. Может, конечно, просесть. Я буду посматривать лонги, но если будет очень качественный сетап, хороший слом, желательно в наш 4. Пока в этом инструменте не участвую. Мы хорошо закрыли евро-доллар и теперь ждем новых ситуаций. Что касается доллар-канадца. Очень странные дела рисует этот канадский паренек. Этот товарищ у нас опять сегодня тыкал со своими канадскими котировками в 25 марта. Вчерашний день пробил. Сегодняшний заброс был. Опять увольнули вниз. Что бы хотелось увидеть? Хотелось бы увидеть все-таки захват вот этой площадки. Непонятно, будет он или нет. Поэтому такая вялая история на самом деле. Нет у меня такого четкого мнения по этому инструменту. Но все это, вся эта вялая натяжка похожа на то, что затягивает лонги и потом всех кинут вниз. Я так думаю. Так, что касается фунта. Фунтик. Фунтик тестировал у нас шортовый сломтик. Кто зацепился, молодцы. Но сегодня вот прям откупочка не переписал инструмент лоя, ближайшие лоя, относительно евро. Поэтому еврик мне, конечно, нравится в этом плане, с точки зрения техничности больше. Здесь надо быть очень аккуратным. Абсолютно одинаковые были тесты шортовых сломов по фунту и по евро, но по евро был гораздо короче стоп. То есть он был зайти там 5-6 к 1, у фунта было примерно 1 к 1, и это не очень very well. Сейчас мне интересует, друзья мои, иена. Я, конечно, терпеть не могу этот инструмент, но здесь прям очень любопытные истории творятся. Вчера банк Японии психанул однозначно. Это был прям мощный шортовый импульс. И вот этот японский псих, он оставил эту площадку. И что-то мне подсказывает, друзья мои, что это будет вот такая трешечка. Трешечка, вот сегодня утром опять. Смотрите, что делают японцы на самом деле. Получается так, что сегодня Япония шортит, да, так вяленько. Вчера в конце уже, ну, 10, конечно, уже прям самый конец сессии тоже был. То есть они здесь продали, потом здесь продали, здесь продали. Здесь внизу площадка. Вот этот экстремум, от которого, ну, произошел этот импульс, это ведь был не абы что. Это была вершина вообще этого текущего года, да, и даже, ну, у меня вот этот уровень стоит, 151, там, 896. Это была вершина еще и прошлого года, правильно я говорю? 23-го года. То есть это был перехач. Да, он был маленький, да, я хотел, ну, чтобы он был посильнее, но вот, извините, 100 пунктов дали. Слом есть, слом есть до него, немножко еще не дошли. Вот, хотелось бы, конечно, увидеть четкий там тест. Где он? Грубо говоря, вот такую вот трешку хотелось бы увидеть и пощупать вот здесь стопки покупателей. И тогда бы было, допустим, при стопе там 250, take profit там 680, там, может быть, и дальше бы все это посыпалось. Но, в общем, здесь прямо какой-то замут готовится. Я думаю, что сейчас любое локальное ослабление бакса обвалит этот инструмент. Ну, посмотрим. От текущих, конечно, не очень удобно, рентабельно, потому что сейчас вот получается 500 на 370. Тогда такие заходы неправильные. Но могут дать вот этот ценник, и тогда будет соотношение неплохое. Посмотрим. Так, что касается нефти, друзья мои. Нефть вчера тестировала шартовый слом, упала в лонговый, сейчас торгуется опять чуть выше шартового. Пока не ломается, но площадки оставляет, оставляет, может, может подрухнуть, будьте внимательны. Так, что касается биткоина, биткоин потихонечку тоже подрастает, вчера падал, сегодня опять растет. Четкой какой-то интересной картины нет, лонговые сломы были внизу, шартовых пока нету. То есть тенденция явно бычья, и пока инструмент зайти не дает. Что касается индекса бакса, собирается переписать хая, сломов шартовых нет, лонговых был один, и все. И все, здесь пока ничего любопытного для нас нет. Что касается индексов, индексы опять в тузимунах, опять у нас все попереписано на хаях, но какая-то такое, эта консолидашечка на хаях начинает появляться. Возможно, здесь что-то поломается, но пока, как говорится, говорить об этом рано. По газу, друзья мои, прошла экспирация. Вот ее ценнички, вчера открылись высоко, сегодня опять сдулись. 1,7, хорошая либо плохая котировка, не знаю, что вам сказать. Если от сломов работать, то, конечно, хотелось бы увидеть вот этот тест, и, допустим, от 1,645 подкупиться, ну, хотя бы примерно в таком плане было бы, ну, чисто технически, я считаю, это было неплохо. Но в любом случае, ценнички очень классные, вот, и если вы подзатаритесь, допустим, газиком, то можете целый месяц держать эту позицию, ну, до закрытия, до новой экспирации, и, в принципе, есть куда расти этому инструменту. И кто-то думает, что если котировки газа не могут расти к весенне-летнему периоду, друзья мои, то вы ошибаетесь. Вот, смотрите, 19-21 год, вот, что у нас, июнь, июль, там все прекрасно может расти, от сезонности это все уже давно не работает. Так, что касается доллар-франка, и дальше инструменты мне интересуют в рамках сеточного метода торговли, я буду ждать захода данного инструмента в зону таких критических значений диапазона, в них будем работать с сетками, пока инструмент эти зоны не достиг. Канадец-франк буду брать чуть выше, шаг здесь не менее тысячи, канадец-иена замялся на хаях, я считаю, что самый большой потенциал на падение, 7500 пунктов, здесь можно, в принципе, раскинуть сеточку уже прямо сейчас, с шагом не менее тысячи пунктов, и готовиться к набору шортов, если еще будут забросы наверх. Что касается франк-иены, та же самая история, готовится эта вся история к пробою трендовой линии, это произойдет, конечно, не за один день, не за два, я думаю, что здесь будет консолидация, какой-нибудь ложный заброс наверх, и обвал этого инструмента, связанного с проделками Банка Японии. Ауди-кат меня интересует ниже лоу 23-го года, шаг не менее 500, новозеландец-франк также ниже лоу текущего года, шаг не менее 500, австралийца буду ждать выше, к новозеландцу выше вот этих айов 23-го года, шаг 500, и еврокадик у нас пошел забирать вот эту площадку, и здесь возможны очень интересные замуты. У нас, смотрите, здесь прошел лонговый импульс, лонговый импульс откатывает, создали площадку, скорее всего, сейчас побреют покупатели вот в этой зоне, и если вы растяните расширение покойного фибоначи, царство ему небесное, то увидите, что здесь как раз засыпает у нас полтишочек по фибо, и в этом полтишочке можно пока пошиться и попытаться поймать третью волну с коротким стопом, дабы обогатиться на валютных спекуляциях, которые пока еще не запрещены законом. А цель есть, отличная площадка, до которой от текущих ценчиков, друзья мои, почти 5 косарей. Евро-франк, евро-франк забрал свои площадя, но, как говорится, как пела София Ротару, только этого мало. Надеюсь, только это был ее сожитель. Перейдем к евро-ауди. Евро-ауди меня интересует выше вершины текущего года, следы сделать, показанные у меня на графике, и, как обычно, все, кто просит этот сильверочек, я напоминаю, что я давно серебряный бык, и мне интересуют только лонговые позиции по серебру, потому что я мечтаю закрыть вот эту трехволновую структуру на тридцаточки. Если инструмент откатит к этому лонговому слому, который видят даже вьетнамские домохозяйки, которые подрабатывают трейдингом жаря кузнечиков, то от этой зоны можно вполне себе купить с четким стопом 21.822, и забрать прибыль на тридцаточки. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Поехали. Так, добрый день, Андрей, можно про серебро? Можно. Андрей Викторович, сегодня рано проснулся, приятно видеть вас. Да, я куда-то вчера хотел свалить, но забыл. Как обычно, все пройдет в другую сторону, к сожалению, нет. Спасибо, шеф, вам спасибо, идея для мастер-класса. Блокировка счетов банками при выводе денег с офшорных, форекс-компаний, налогообложения. Уважаемый юзер IT9US5OK6U, надеюсь, вы так себя назвали. В чем проблема выводить деньги с брокерских, даже офшорных, счетов через крипто-кошельки? Я вообще не понимаю. П2П по колхозному работает и через набайбитие, и на хобби. А это не ругательное слово, друзья мои. И ваши денежки приходят вам, рубли ваши любимые, деревянные, на карту сыпятся, как из рога изобилия. И никаких вопросов. Ну, естественно, может быть, налоговая будет спрашивать, откуда же пришли вот эти несколько сотен рублей, которые упали от гражданина Мухаммеда Масурбековича Габрильяна. Как правило, такие фамилии находятся в обменниках. И вам вы можете очень долго рассказывать, откуда они появились в налоговой инспекции. Я, конечно, утрирую, но еще раз говорю, проще вывода через крипту нету, друзья мои. Не парьтесь вот эти блокировки банками при выводе денег с ашорных форекс-брокер компаний. Никто уже давно не выводит на карты напрямую с брокеров. Это прошлый век. Так, вылезти из пещеры, друзья мои, посмотрите в небо, вздохните полной грудью и поставьте лайк под этим видео. Так, многоуважаемый Андрей Викторович, спасибо за обзоры, подачу инфы, просьба, детальный расследование. Серебро. Ну, я, я, что я, все спрашивают про серебро. Давайте увеличу. Вот лонговый слом. Вот у нас здесь один, его здесь нет другого. Я вот здесь уже 15, у меня уже здесь дырка в терминале, друзья мои. Я протер дырку в терминале для вас, любителей серебра. Вот он лонговый слом. Если мы сюда упадем, покупайте. Стопик здесь, а тейк на тридцаточку. Вот все, ничего сложного нет. То у нас тут 7 комментариев. Спасибо, что пишете. И оказалось, правильно я и говорил, Сандра Звезда, у нас Павел Ершов. Ну и слава богу. На этом на сегодня у меня все. Понравилось, если ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока.